Добрый день! Как реагировать на агрессию мужчин? Не хочется воевать или конфликтовать, хочется комфортно отодвигать такое, но не всегда хватает смелости, мудрости или терпения. Ну что хочу вам сказать. Вот последнее, о чем вы пишете, не хватает мудрости, терпения, смелости – это о вас, это ваши слабые качества. Я думаю, они проявляются не только в отношениях с мужчинами, я думаю, в каких-то других сферах. Возможно, также тоже. Но даже если они не проявляются в других сферах в отношениях, с мужчинами проявляются. Видите, вот есть слабые качества. И поэтому мужчины с вами конфликтуют, потому что через них жизнь, как учитель, вам показывают эти ваши слабые зоны. Поэтому с ними, с этими зонами нужно работать. Это вот я первое и главное, что хочу вам сказать. Задумайтесь, какой урок вы как бы проходите в этих конфликтах. Что вам жизнь обозначает, как задачу вашего развития. Это первое. Второе, знаете, есть много реально каких-то простых методик, как можно с этим справляться. Я вам сейчас какую-то одну предложу. Вот только помните, надо решать главную задачу. Методик, как с этим справляться, их много-много реально. Только, знаете, чтобы они не действовали так же, как обезболивающее в медицине. То есть обезболивающее, оно проблему не решает. Понимаете? Оно просто обезболивает. Проблемы остаются. Обезболивающее проходит, опять проблема. Ну, в общем, методика такая простая. Знаете, вот мужчина, который с вами конфликтует, возьмите мысленно его в рамочку. Мысленно в рамочку возьмите. Сделайте его плоским и с этой рамочкой отодвиньте его на соседнюю стену и там повесите. Без шуток. Попробуйте. Вот. Только не... Еще раз. Не используйте эту методику, чтобы просто быть спокойным. Помните, жизнь учитель. Если в вашу жизнь приходят такие ситуации, они вам показывают какие-то ваши главные задачи. Не пропустите их. Если принимать все время обезболивающее, болезнь может вообще еще глубже зайти. Понимаете? Болезнь надо лечить, на самом деле. Но обезболивающее иногда тоже нужно.